Быстро изготовление, простота конструкции, а главное надёжность в работе. Все эти требования нашли успешное сочетание в блиндажной печи. Таком необходимом предмете бытов в полевых армейских условиях. Поступил такой запрос от наших бойцов, которые обучаются в медуучебных центрах. Соответственно, мы обратились к предпринимателю, который занимается металлом. Он сдал его, и Надежда Николаевна Болдырева попросила своих студентов. Вот изготовили такие очень хорошие, нужные блиндажные печки, которые будут очень востребованы нашими бойцами уже в боевых условиях. За полезное, а главное очень нужное дело вдвойне приятнее браться. Это отлично знают и сами студенты, и их мастера-наставники. В первую очередь я помогаю своим ребятам, которые сейчас на фронте. Ну и для себя учусь, как правильно это делать. Изготавливаю такие конструкции, сразу же и проходим различные пространственные положения, выполняем, и работа ответственная. То есть они сами все прекрасно понимают, что эти печки идут на фронт нашим землякам. Так что все с удовольствием вчера работали. Прочат еще, чтобы делали-делали. Задача им понравилась. В воинские части уже были отправлены фотографии блиндажных печей. И наши бойцы по достоинству оценили горячий привет от студентов Советского политехнического колледжа. От всех нас, от югорских, советских, от всего хма огромное спасибо парням. Чувствуем, ребята, вашу поддержку. Ваши печки самые лучшие. Вы, ребята, самые лучшие. Спасибо вам огромное. Выполним задачи. Спасибо вам за крепкий тыл. Выпуск блиндажных печей для бойцов, отправленных на подготовку к специальной военной операции, будет продолжен. На сегодняшний день готовится к отправке первая партия из восьми теплоагрегатов. Игорь Скворцов, Иван Лободин, телеканал Первый Советский.